Всем привет! С вами я, Влейлом, и это вторая серия по Майншилду. Прошла уже неделя с момента выхода первого ролика, и сегодня я покажу вам всё, что за это время изменилось. Также хотел бы поблагодарить всех вас за активность под прошлым видео. Я очень рад, что вы проявили к нему такой интерес. Тысяча просмотров и целых сто лайков, это круто, спасибо. Что ж, изменилось многое, в частности, я начал строить свой проект. Это город, который будет состоять из замка и кучи всяких обычных домиков. Территория под эти самые дома я расчищал довольно долго, но это ещё не конец. Я собираюсь сделать это со всех сторон вокруг замка, поэтому будет чем заняться на стримах. Кстати, да, я уже провёл целых два стрима по серверу, и немалую часть того, что я вам сегодня покажу, мы делали именно на них. И если не хотите пропускать дальнейшие прямые трансляции, то можете поставить колокольчик. Вот пример того, какими будут дома в моём городе. Я собираюсь сделать их очень детализированными, добавлять кучу мелочей, выпуклостей и так далее. Это касается не только их, таким же способом я хочу оформить дороги, замок и территорию, расположенную за пределами города. А вот эта каменная коробка и будет замком. Да, он ещё не готов, в принципе у меня ещё ничего из запланированного не готово, но я уже представляю, насколько круто всё будет смотреться в итоге. А здесь я размещу логотип Майншилда, а внутри я построю кучу комнат, где я и буду жить. Кстати, если у вас есть идеи насчёт того, что мне ещё воссоздать на данном проекте, то можете предлагать их в комментариях, и я буду вам благодарен. А вот здесь находится небольшая ферма с животными. Тут есть коровы, свинка Пеппа и Петя. Возможно, странное имя для лошади, но мне нравится. И да, надо будет ещё поработать над деталями, ибо здесь их довольно мало. А ещё меня очень часто просили скинуть ресурспак, с которым я играю. Друзья, это не один ресурспак, как вы могли подумать. У меня их куча, и каждый изменяет лишь определённые текстуры. В описании я оставил ссылку на их скачивание, а плюс я изменил их название, чтобы вам было легче в них ориентироваться. Также я добыл очень много алмазов, и не без помощи подарка Лаврина. Он дал мне шалкербокс, в котором было куча полезных ресурсов, в том числе и кирка с зачарованием на удачу 3. Всё это не просто так. Я ему сделал шапку для канала, а он меня вот таким образом отблагодарил. Лаврин, ты очень сильно мне помог, и знаешь, скоро зима как бы. Напишешь мне, когда снова захочешь сменить оформление, я обязательно тебе его сделаю. Результат будет ещё лучше, обещаю. Спасибо тебе. Плюс у меня появилась алмазная броня, но я в ней ещё пока что не хожу. Надо бы её прокачать, добавить прочность и защиту на некоторые элементы. Этим я займусь чуть позже. И да, как же я мог забыть, пока я стримил, Энди, как ниндзя, пробралась на базу и оставила мне книжку с квестом, которую я не смог в тот день пройти. Там была написана азбука Морзе, и к сожалению, на стриме я зашёл не на совсем нужный мне сайт, чтобы перевести эти символы. Но после я собрался с мыслями, и спустя пару хакерских проделок, я смог рассказать, что же всё-таки там было. Это координаты, на месте которых был запрятан ещё один шалкербокс, с не менее крутыми ресурсами. Энди, спасибо тебе огромное. Эти предметы мне ещё ой как понадобятся. Мне аж как-то не по себе от того, что я ещё никому не делал подарки. Хм, нужно исправляться. Что ж, сейчас я хочу прокачать свой дом, сделать пальню, расширить склад и по возможности улучшить шахту. Для этого мне понадобятся всё те же ресурсы, что и в прошлый раз, а именно дерево, камень, различные мелочи по типу кнопок, благо этих вещей у меня много. Да. 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 Продолжение следует... И вот что у меня получилось. Здесь находится спальня. Да, она не особо большая, но мне и так нормально. Следом за ней идет спуск в шахту. Прыгаем вот сюда и попадаем прямиком на одиннадцатый уровень. А в будущем здесь будет железная дорога, что быстро перемещаться. Также я расширил свой склад. У меня уже не было места вот в этих сундуках, потому что я расчищал территорию для домов. Оттого здесь и так много земли с булыжником. И на этом все. Надеюсь вам понравилось это видео. Напоминаю, что в описании есть ссылка на скачивание всех ресурспаков, с которыми я играю. Также там есть ссылка на мою группу и на каналы других участников Майншилда. А с вами был Влейлом. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok